Всем привет, дорогие друзья! Это канал GameWorld, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Tom Clans Ghost Recon World Length. Так, что у нас здесь есть, кроме... Блин, у нас, конечно, мало чего интересного. Вон там, еда едет, но еда нам пока не нужна. Так, что у нас по навыкам? Вооружение, естественно, вооружение. С4. О, С4 больше, больше С4. С4. Зона меток. Да и нахрен нам зона меток. Ракетница. Нет, 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 нет. Физ-свойства. Отряд. Вот. Скорость восстановления. Да. На максимум не можем. Обучение повстанцев. Да. Стойкость отряда. Да. Это что? Прирожденный лидер. Да. Время кровотечения. Да. Всё. Последний шанс. Вас можно оживить больше число раз. Это шикарно. Это... Это... Нет, это реально шикарно. А тут у нас, кстати, всё. Прокачка шикарно идёт тоже. Дрон. Скорость. Да. Взрывоустойчивость. Да. А нет, взрывчатка. Эми. Эми пока не можем прокачать. Взрывчатка. Теперь он более мощно взорвётся. Шикарно. Да, кстати, как мы поедем сейчас по дороге. Мы там встретим... Ух, нифига себе. Да. Железные ворота. Вот что означает. Мы там сейчас ещё одни данные найдём. Вроде как. Ну и узнаем... Поможем этой бабёнке. И потом пойдём валить остальных. Кого-нибудь пойдём валить. Я не знаю, какой картель. Ну, точнее, не картель, а какого главаря из картеля. Кого-нибудь завалим. Кстати, как у нас там вообще по карте? С завалим. Оу. Мы до красавчика почти добрались. Вот остался ещё один неизвестный. У него, кстати, эксперимент ТОС-42. Это, скорее всего, огнемёт. Похоже на огнемёт. Может, оружие какое-то. Вот ещё какой-то неизвестный босс. 70% дестабилизации контрабанды. И у него снайперка. Чика Мала. Ууу. Да, детка. О, кстати. 10 тысяч деталей мы за него получим. Рамон Фелис. Победи боссов 2 в... В... Где? А, победи 2 в влиянии. Хм, странно. Короче, двоих, походу, убить надо. Так, чтобы до неё добраться, нужно троих убить. И чё ты нам дашь? Пулемёты, пистолеты, пистолеты-пулемёты, дробовики. Старика ничего не падает. С кота мы забрали. Из тебя огнемёт. Ну, из тебя снайперка. Ну, из этих вот кучи ресурсов. А с него падает тишина. Калаш и 10 опыта. Победи начальников отделов. Двух. То есть мы можем убить двоих, и всё. И он наш. Хм, круто. То есть, в принципе, продвигаясь с такой скоростью, мы потихоньку приближаемся к финалу. Здесь может быть информация. Да, я забыл про эту информацию. Но, естественно, мы не будем завершать игру, пока я не прокачаю персонажа полностью. То есть, всё, мы ему вкачаем. Вот только тогда я закончу. Я хочу последнего босса убить красиво. Что прям полностью прокачаны. Да, как-нибудь. Как-нибудь обязательно займёмся этой сетевой станцией. Но сначала топливо. Чтобы полностью прокачаться, нам нужно куча ресурсов. Так, стоп. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Вооружение. Мина. Да. Всё. Будем прокачиваться по мере очков. То есть, есть очки, есть что вкачать. Вкачиваем. Без разницы что. Просто прокачаться. Чисто ради прокачки. Так, сейчас нам надо будет штурмовать церковь. Валить всех, кто там есть. Надеяться, что мы выживем. Не, ну реально бронированная тачка. Конечно, её после первого же столкновения помяло. Секунду. Я вижу данные. Эти данные тоже бы хорошо собрать. Но не столь важно. Не столь, да. Прям не сильно важно эти данные собирать. Но просто чисто я так для себя их собираю. Потому что мне нравится, когда игра полностью завершена. То есть, я собрал всё. О, горшочек. Тинку. Хе. Мы нашли Тинку. Вот. Мне нравится, когда вот всё полностью собрано. То есть, там все сундуки, все флажки. Там вот в Assassin's Creed, например, я собирал всё вообще. Вот. И всё в этом духе. О, она молится тут. Привет. Выходим. Держись за мной. Я поезд, Павел. Заткнись. Погнали. У нас есть место для неё и для остальных. Ты прям в полоте на каблуках? А чё, для тебя места, что ли, нет? Только не обракинь её. Разрешай атаковать. Ну, высаживай. Хе-хе. Он просто из пулемёта по нему садит. И всё. Остальные чё не стреляют? А, из окошка из бронирована. Вылезти трудно. Так, не стреляй. А, ладно, хреначь по ним. Стреляем. Ясно. Всё. Убирай пока пушку. Лейтенант уходит. Да плевать на лейтенанта. Блин, 500 метров гнать по этим холмам. Сможешь отсюда убить? Стоп, не стреляй. Потому что вертушка летит, единство. Сейчас мы в неё ещё попадём, ещё единство за нами гоняться начнётся. Давай, 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 давай. А как они нас видят? Они нас... А, всё, они нас потеряли. Нет, только не перевернись. Круто. Обещаю. Так было не всегда. Когда мы познакомились с Антонием, он был влюблён. Писал мне письма. Уже никто не пишет письма. А он писал. Ага. Это мне нравилось. Все пишут смски. А сейчас всё уже не так писать. Наркоденьги меняют людей. Такая жизнь меняет людей. Чтобы тут выжить. Приготовиться. Огонь. Ясно. Ну, мы приехали. Как бы. Всё, да. Чёрт. Где ты там, тварь? Ну, просто он мне надоел. Всё, эвакуируемся. Больше ты, Антонио, не умеешь. Никак. Он уже на пути в штабе, где его ждёт по жизни. Следующий день, Сергей. Он будет смотреть на одним те же стены. Отдевать в один и тот же сапфир и вести с самим собой беседу. Пока. Наконец. Не садись. Жизнь для него закончится. Короче, я понял, она свалит. Так, секундочку. Так, продолжаем. Так, что у нас дальше? Дальше у нас... Слушайте, столько заданий, конечно. Все надо выполнить. Но мы дальше вот сюда поедем. Кстати, чей это здесь картель? Что он нам с него даст? Кто ты? А, непонятно. Ладно, поедем сюда. Вот здесь у нас база есть, в принципе. Нет, стоп. Вот сюда и телепортируемся. Да. Побегаем там, посмотрим, что как. Дестабилизация картеля в 68%. Это шикарно. Это шикарно. Очень шикарно. Это очень шикарно. Сейчас постреляем немножко. Повыполняем задание. Узнаем, кто это. Надеюсь, чем он занимается. В конце концов, его завалим. Так. О, вертолет есть. Супер. Оооо. Ооо, 5000 радиодеталей. Нет. Едем. У нас патроны есть хоть? Стрелять можем? Нет. Надо перехватить их впереди. И расстрелять нафиг. Так, тихо. Вертушка на подходе. Да я знаю. Валите отсюда из тачки. Вы мне мешаете. Ооо. Зоника Лыганский. Они уходят от нас. Оно уничтожено. Охрана уничтожена. Аккуратно с машиной. Нам нужен груз. Ага. Так, сейчас тачка взорвется. Отойдем. Подождем. Не, не все. Во. Теперь можем заходить. Радиодетальки. 2500? Поехали отсюда. Пока тут все нафиг не взорвалось. Так, и сейчас, да, мы сейчас сюда... Хотя, стоп. Стоп. Нам надо просто влево лететь и все. Правильно я лечу? Да, вот сюда, вот к этой горе. И все. Вот мы на территории противника, нового, пока что неизвестного. Табакаль. Охранный склад. Охранный склад. Склад запад? Запад? Охраняемый склад? Ммм, интересно. А, вот он. Вот тут аэродром есть. Шикарно. Когда-то. Когда-то. Ага. 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 Пушка новая. Ну-ка, что у нас здесь? Автомат АК-12. Можно завоевать в Луне пусто. Старый крестьянин Чарльз пытается поднять крестьян против картеля. Говорят, он будет выступать перед ними встречу в агрокооперации. Вам нужно его найти и обеспечить охрану. Что еще? Предположительно, картель складирует всю местную коку на одной плантации. Нападите на бандитов, когда они приедут за коком. Ага. Тихо. Тихо, В. У нас, конечно, мало боеприпасов, но я думаю, хватит, чтобы... Почти весь. А я нет. Забираем еще и медикаменты. 1750. Давайте-ка посмотрим видосик. Кто у нас здесь? Ам... О! В табакале выращивали кофе. Но картель заставил всех перейти на коку, что намного прибыльнее. А где вся полиция? А где вся полиция, мне интересно, реально? Паблофаро. На нелегальных плантациях на возраст не обращает внимания. Это был тяжкий, изнурительный труд. Она мечтала, что ее сын не пойдет по ее стопам. Паблофаро. Пабло умер молодым от передозов. Как может мать заниматься выращиванием того, что убила ее сына? Многие одумались бы после такого. Но только не мать Кока. Она стала вымещать зло на жителях табакале. Хотела, чтобы они испытали все, что она сама испытала. И как любой диктатор, расширяла свою империю. Правильно. Люди, которые столкнулись с ней, прокляли ее. При поддержке деда она получила огромную власть в картеле. Деда? Не спорь с мамой. Старая история на новый год. Ладно, хрен с ним. Все, 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 все. Так, топливо. Так, 250. И электроники еще немного. 50. И самолет угнать. Давайте угоним, что ли. У нас тут есть задания уже? О, да, есть. Два. Два задания. Супер. Головорезы матери Коки еженочно являются на здешнюю ферму за листьями Коки. Устройте-ка им засадку. Надо дать ей понять, что правила игры изменились. Смотрите, сейчас попытаемся самолет перегнать. Я повторяю, попытаемся. Не факт, что получится. Задание рядом, ну... Я просто не знаю, с какой стороны аэропорт там будет, поэтому... Фиг его знает, прокатит ли или нет. Главное, чтобы не было этих ПВО. Единство. И еще самое главное узнать, как расположен аэродром. Я, кажется, догадался как. Да-да-да-да-да-да-да. Ты успокойся-то, я просто хотел мертвую петлю сделать. Ознакомьтесь с отчетом Боумана по схеме выработки Коки Санта-Бланка. Надо на второй круг зайти. Посмотрим, посмотрим обязательно, но не сейчас. Сейчас нам надо самолет приземлить. Нормально, все нормально. Так, тихо. Да-да-да-да-да. Еееееее. Повезло, повезло. Реально, все. Две с половиной тысячи. Супер, супер, повезло. Давайте видос посмотрим. Научился более-менее приземляться, взлетать. Лист Коки был древней традицией, уходящей вглубь веков, лекарством, культурой, священными. И янки, конечно, были с ним не согласны. Они назвали это операцией достоинства. Дед был простым фермером, но весь его мир был разрушен. У него не осталось другого выхода, кроме того, что он поклялся никогда не делать. Производить кокаин. Так усилия и янки по прекращению производства кокаина привели к созданию величайшего в истории его производителя. Круто, круто, круто. Но, так. Мы тут карт... А, нет, мы в другую локацию улетели. Нам вот сюда надо. Давайте. Головорезы матери Коки. Там листья везде. Потому что мать Коки. Все дела. Поэтому каждый город это в виде листочка. Банально вообще. Реально очень банально. Так, что за 98-я подсказка? В режиме можно улучшить оружие. Ага, понятно. Так, тут вертолет есть? Нету. Ну ладно. Да, вот, видите? Везде листочки. Переместиться пока к ним не можем. Угоняем тачку. Так. Залазьте, залазьте все. Срезаем сразу же. Я просто не хочу ехать по этой дороге. Это медленно. Вот так побыстрее. Я бы еще срезал, но нам не туда. Да, реально. Если бы нам было вниз, мы бы прям... Вон, к тому городу мы бы прям сейчас слетели с этой горы. Так, все, мы по плантации Коки. Похоже, крестьяне собирают крупную партию для отгрузки к картелю. Есть возможность ликвидировать сразу много бойцов Санта-Бланки. Поехали. Сейчас всех ликвидируем, не переживай. Так. Так, стоп, дубль два. Мы поручили повстанцам разведать местность. Давай вон того сначала снимем. Ага. Нас все равно не запалили. Все круто. Остался последний. Шикарно. Кажется, все чисто. Ага. Эти здесь батрачат. И делают кокс. Оставим метку, чтобы повстанцы могли забрать эти припасы. Ага. И вот эти. Где бы они ни были. Боеприпасы. Давай боеприпасы бери. Топливо. Так. Вон там они, скорее всего. Это кока? А, да, это кока. Хм. Интересно. Мы в эпицентр бежим? Да, мы бежим в эпицентр. Где вертолет? О, там какие-то данные. Спасибо, босс. Как скажешь. Буду на чеку. Обязательно. Но походу, кстати, наши могут управлять вертолетом. Еще одна цель. Зачистить плантацию коки. Вижу врага. Важно. Сейчас. Мне надо так, чтобы обоих видно было. Черт. Вот конченая. А тут никого, да? Сколько тут кокса-то, а? Нет. 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 Так, тихо. А тут что они делают? А, сушат. Понятно. Готов. Готов. Слушайте, их тут много. Осколочные. Ага. Осколочные. Осколочные. Получайте, Колярес. Хорошо, я по ним высадил. Один готов. Один готов. А, осталось двое. Все. А, нет. Еще осталось. Вон там 200 метров аж. В порядок. Слушайте, перезарядает снайперка долго. И, вот, ее урон прям вот никак мне не помогает. Совсем. Топливо едет. Не подходит подкрепление. Ого. Подкрепление. Пошли. Потратье противник. Будьте на чеку. Так не дай им ему уехать. Перестреливаются санда бланкой. Кроме участвую. Начинается на замете. Было сделано. Теперь картель не получит от этих ребят Неграма. Отходим и ждем последствий. Ага. Стоп, стоп. Погнали. Нам надо догнать этих ребят. Я не знаю, снай колонну. А, это автомобиль с топливом. Да, надо догнать. Готовы? Открыть огонь. Принято. Готовьтесь. Пока спрячьтесь. Блин, мы ни одну из трех тачек не убили. Обидно. Но одна отстала. Мы ее в кювет сейчас скинем. Они тормознули. Готовы? Огонь, огонь, огонь. Господин. Стоп, нет. Надо поближе подъехать. Нам надо одну скинуть просто. С бугра и все. Все будет шикарно. Ну просто когда еще шанс выпадет такой? Жду сигналу. Огонь. Огонь по готовности. Черт, нас заметили. Сука, мать твою. Они пытаются утраить на грузовике. Эй, я сняю. Так, целый грузовик. Сколько нам за него дадут? Три с половиной тысячи? Передача повстанцам. Вот что значит комплексное обслуживание. И жубит завоз. Давай его угодим. Так, кто здесь еще на нас бочку катит? Красиво. Так, кто-то еще бочку катит? Обстанцы ведут перестрелку с картелем. Можете помочь? Ага. Давай, иди. Помогли. Мы в порядке. Все целы? Мы их вспугнули. Надеюсь, что ты прав. Осколочные. Готово. Все. Супер. Так, что дальше? Дальше. Далековато, далековато. Надо бы... Не знаю. Вертолет. Самолет. Танк. Гигантского робота. Хе-хе-хе. Что угодно. Так. Хватит слушать всякую хрень. Погнали. Попробуем на Матаке доехать. Вот тут прям напрямки через гору. Видите, прям видно, что дорога есть, да? То есть камень выложили специально для нас. Да и на карте она видна, вроде как. А, нет, на карте ее не видно. Ну, это, смотри, самый быстрый способ через гору переехать. Только что-то это, 1800 километров как было. А, вот, 1700, наконец-таки. Тут повстанцы. Фига себе. Не думал, что у них самолет может упасть в горах. Сейчас будем трюковать. На нашем мотоцикле. Ну-ка, давай, 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 давай. Я хочу с горы слететь на полном ходу. Я знаю, что я разобьюсь нахрен, но... Это же будет весело. Паркур! О, ни хрена себе. Так, наши здесь рядом. Может, сейчас помогут? Супер. Зато быстро доехали. Ну-ка, как там по карте? О, смотри, мы полкарты открыли прям. Шикарно. Так, тихо. Есть у меня одна идейка. Да, вот это вот. Так, что здесь еще? А знаете, в чем прелесть этой идеи? Сейчас покажу. Нет, тихо. Где, где тут? Ладно, хрен с ним, пошли вниз. 23-й уровень, столб, локация открыта. Мотоцикл надо забрать. А почему за некоторые локации идут столб, а не за некоторые 20? Как тут вообще все это идет, непонятно. Слушайте, снайперку мы поменяем. Я все же... О, калаш, кстати. АК-12. 50. Ничего себе, слушайте. Подствольник, естественно. Так, сколько теперь она урона выдает? Меньше. Но по всем остальным она хороша. Посмотрим, как это сейчас будет. Так, сейчас спустимся к нашему мотоциклу, который где-то здесь. 20 патронов всего лишь. Ну ладно. 20, конечно, не 30, но... У него 175 еще в обойме. А разницы то есть никакой нет, да? Слушайте, он очень точно стреляет. Это хорошо. Отдай свой мотоцикл. Уберите пушки. Не надо пугать этих людей. Да я уж понял. Вперед, я догоню. Да, как обычно, напрямки. О, поезд. Поговорите с лидером профсоюза. Лидер профсоюза. Будет поздно. Они прям говорят на том месте, где кокс производит. Красавцы. Лучшая стимулирующая речь. Прям. Смотрите, видите, 250 топлива и никаких улучшений. То есть даже вот. Улучшений ноль. Потому что ноль очков характеристик. Да, их надо собирать. И уровень повышать. И их собирать побольше, чтобы было все нормально. А то мы прям просираем. Так, тихо. Давайте его задание выполним. Быстренько. О, у тебя автомат, чувак. Привет, дедок. Это еще кто? Вас прислала мать Кока? Хотите проблем, сеньор? Эй. Вы не ответили на мой вопрос. Мы друзья. Я пытаюсь спасти вас от ужасной ошибки. Ошибка? С каких это пор? Помощь людям называется ошибкой. Если вы произнесете речь, погибнут люди. Вот и все. Мать Кока пришлет сюда своих людей и прольется кровь. Я должен молчать? Это ваш ответ. Вы ошибаетесь. И вы ничем не лучше матери Коки. С дороги, Григо. Я буду говорить со своим народом. Это намат. Мы в агрокооперативе. Чавес наплевал на наше предупреждение и собирается говорить с христианами. Повстанцы считают Чавеса настоящим революционером. Он покойник, Боуман. Картель этого так не оставит. Защищайте Чавеса любой ценой. Тогда повстанцы поймут, что мы хотим остановить... С нами, Мань Коку. Есть. Черт, у нас гости. Аккуратно, на квадрате гражданских. Мы были свободными. Выборачивали Коки. И с гордостью мы поделывали свои поля. Не убежит. Ребята, убираем оружие. На то всех распугаем. Осколочное. Получаем. Аккуратно, устроили перестрелку с канцеля. Наши действия. Еще одни. А он еще живой, что ли? А на каком... Как долго его охранять? У нее 100%. К нему ни с какой стороны подойти не могут. Потому что мы его везде охраняем. Ну вот еще боеприпасы. Ну и что? Кто-нибудь еще хочет подъехать? Вроде нет. Они на чеку. Иди. Черт, они со всех сторон подходят. Я думал, они на тачках приедут все. Ты не в форме, прячься. Ага, не в форме. А кто в форме? Черт, меня ранили. У нее 3-4% здоровья. Кирдык ему. Если сейчас наши стрелять по ним не начнут. Нормально. Все, убили. Есть. Две тачки осталось. Дегенераты, блин. Так, нам нужны боеприпасы. Что, поговорим с дядей? Все. 500 опыта, мать коки. Ну ладно. Так, у. Смотрите. Очки прокачки. Три штуки. Тихо. Сюда еще идут. Да плевать. У меня все чистое. Ну да, че бы нет. Слепая курица. Это же был мирняк. Ага, и задание будет провально. Ясно. Так. У нас 4 задания. В принципе. И мать кока будет сдохнет. Кстати, кто она у нас? Из какого картеля? Мать кока, мать кока. Ага. Она за эту сгринга. Ну, такое себе, если честно. Если такое себе, честно. Такое себе. Ага. Победи всех боссов. Безопасность. Ага. То есть вот этих двоих надо завалить. А здесь только одного. И до красавчика доберемся. Неизвестно вам. Какое на него досье? Ага. На него досье нет. Ага. Вот он в этой области. Ясно. Ладно. Давайте-ка пока что мы на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока. Шикарно просто. Субтитры сделал DimaTorzok